Аркам ТВ представляет. Верность истине. Сегодняшнюю проповедь я бы хотел начать с напоминания об одном очень важном моменте. Священный Коран всегда призывает нас думать и размышлять. Нам будет очень трудно понять Коран, если мы не будем размышляющими людьми. Коран требует этого от нас. Это очень связано с нашим духовным состоянием. Можно предположить, что глубокое размышление – это только интеллектуальная работа. Но в Коране сказано, что размышления над ним относятся к деяниям сердца. Неужели они не размышляют над Кораном? Или же на их сердцах замки? Сегодняшняя проповедь не касается этого аята, но я хотел бы поделиться с вами одним комментарием. Фраза «на их сердцах замки» может означать многое, в том числе и то, что человек уже определился со своим мнением. Если у меня уже есть мнение, и я уверен, что оно правильное, то меня не волнует, что говорят люди, и что написано в Коране. Это значит, что мое сердце запечатано, и я не способен размышлять над словами Аллаха и смириться с тем, что мое мнение или вывод, к которому я пришел ранее, может быть ошибочным. Это может касаться и того, что я думал о словах Аллаха и его посланника, салли Аллаху алейхи вассалям, после того, как услышал что-то в проповеди или посмотрел видео в интернете и решил, что это правильно. Или услышал, как какой-то проповедник очень уверенно рассказывал о какой-то теме, приводил много цитат на арабском языке, и теперь я уверен, что должен думать именно так. Это случается не только с обычным человеком, у которого нет знаний, и который получает информацию от тех, у кого они есть, но и с теми, кто изучал религию и обладает знаниями. И это случается не только в исламе, но и в других религиях. Мы учимся религии у определенных людей, школ, течений и так далее. Вас окружают люди с определенным мышлением, и развиваясь, вы начинаете замечать, что не соглашаетесь с некоторыми учениями, которые характерны для вашего течения. Доказательства, которые приводят другие течения, начинают казаться вам более убедительными, и вы начинаете отходить от своего течения. Это не значит, что вы полностью отвергаете все, чему научились у своего учителя. Просто некоторые доводы кажутся вам недостаточно сильными. Искренний человек может прийти к своему учителю и сказать, «Я не уверен в этих вопросах, давайте пересмотрим их». Или «Ответные доводы кажутся мне более сильными. Давайте рассмотрим этот вопрос еще раз». Но кто-то другой может сказать, «Нет, ты не понимаешь, Аллах избрал наше течение, мы носители истины, а все остальные впали в заблуждение. Поэтому не нужно призывать меня задуматься. Я уже спасен. Это тебя нужно спасать?» Даже те, кто глубоко изучал религию, могут быть уверенными, что им не нужно ни над чем задумываться. Одна из причин, по которым иудеи отвергли пророка, саляллаху алейхи вассалям, состояла в том, что они изучили от своих учителей то, что, по их мнению, являлось религией Аллаха. И их учителя изучили это от своих учителей. А их учителя изучили это от своих учителей. Они были очень образованными. Аллах называет их «ахбарами». Слово «ахбар» происходит от слова «хибр», что означает «чернила». Иудеи были названы так, потому что они постоянно переворачивали страницы древних писаний. Из-за чего чернила размазывались, и кончики их пальцев всегда были черными. Их назвали людьми чернил, потому что они все время перелистывали страницу за страницей. Обычные верующие в их обществе не были ни учеными, ни исследователями. Они не проводили по 10 часов в день, изучая Писание. А эти люди, «ахбар», посвятили науке всю свою жизнь. И вдруг появляется пророк, саллиллаху алейхи вассалям, который не окончил ни одной из их школ. Не являются ученым по их меркам. Более того, он был безграмотным. Не умел ни читать, ни писать. А теперь он читает Слово Аллаха и критикует иудеев. Иудеи были докторами наук в своих предметах. У них существовала целая научная традиция. Поэтому их первой реакцией было, как он может нас критиковать? Кто он такой? Где он вообще учился? И если его доводы звучали убедительно, то они думали, откуда он может это знать? Это очень глубокие знания, как он может критиковать то, что хранится глубоко в наших книгах. Нет, это уже слишком. Я не буду его слушать. Когда тебе комфортно думать так, как ты привык, и тебе вдруг открывается истина, у тебя есть два варианта. Либо проявить смирение и быть верным истине, а не своим собственным выводам. Либо решить, что лучшая защита – это нападение. И переходить к нападению, как только ты почувствуешь себя неуверенно. Этот человек плохой. Не слушайте его. Не ходите к нему и так далее. Именно это произошло с иудеями. В суре Аль-Баqara Аллах подробно говорит об иудеях. И я хочу, чтобы вы задумались об одном важном моменте. Ничего из того, что Аллах не спослал нам в Коране, не является просто интересной информацией. Это все адресовано тебе. Это важно как для меня, так и для тебя. Аллах дал нам информацию не для того, чтобы мы могли сказать, какими плохими были иудеи. В этом нет смысла. Это не поможет тебе следовать прямому пути. Единственная причина говорить о них так подробно состоит в том, что нам с вами грозит потенциальная опасность повторения их поведения. Другой важный момент состоит в том, что когда Аллах говорит о сынах Исраиля, Он говорит не об одной группе. Он говорит об очень разнообразном народе. Среди них есть хорошие люди. И есть те, кто совершил много ошибок. В Коране Аллах подчеркивает тех, кто совершил ошибки и нечестивцев. Он не говорит о всех, кто относится к этому народу. Размышляя над словами Аллаха, мы должны быть внимательными и никогда не забывать о том, что Он говорит не о ком-то другом, а о нас с вами. Мы должны извлекать уроки из Его слов. Прочитав суру Юсуф, люди говорят, «Я многому научился у Юсуфа, мир ему». Да, это хорошо, но тебе следует многому поучиться и у его братьев. Каждый хочет связать себя с героем. Он герой своей истории, я герой своей, а все остальные – злодеи в моей истории. Мои кузены и другие родственники – это братья Юсуфа, а сам я Юсуф. Мы не хотим связывать себя с тем, что кажется плохим. Но ведь есть причина, почему плохое упомянуто. Это есть даже в суре Аль-Фатиха. Аллах не сказал нам следовать только по пути тех, кого Он облагодетельствовал. Не привел нам в пример только хороших людей. Я должен быть уверен, что не последую по пути этих двух групп. Я должен знать о них, чтобы суметь понять, если вдруг охожусь на их пути. Это помогает мне быть более осознанным и понимать, в каком я положении. Именно с таким настроем мы должны читать о людях прошлого, которых Аллах упоминает в Коране. Итак, сегодня я хотел бы кратко обсудить с вами один из многих моментов, которые Аллах критикует в иудеях. Опять же, Он критикует иудеев, но это потенциальная и вполне реальная критика и в мой адрес тоже. Аллах говорит «Когда они встречают верующих…» Иудеи жили в Медине, у них была своя семинария, где они собирались и изучали Тору. И они встречали таких людей, как Умар, да будет доволен им Аллах, и других мусульман. И слышали рассказы о Мусе и Юсуфе, мир им, которые они узнали из Корана. Для них это было вызовом. Ведь, например, в Торе сказано, что Юсуф, мир ему, увидел сон, но рассказал о нем не отцу, а братьям. После чего те разозлились, избили его и пожаловались своему отцу, Яакубу, который разозлился из-за того, что именно Юсуфу приснился этот сон. Однако потом был ниспослан Коран, и в нем исправляется эта история. «Изкала Юсуфу ли аби, я абати, инни раэйту ахад ашара коран». Коран бросил вызов истории, которая написана в Торе. И когда некоторые иудеи слышали ее кораническую версию, они говорили, «Да, в этом есть смысл». Другие иудеи, услышав это, говорили им, «Эй, ты что делаешь? Не разговаривай с этими людьми». Они проводили собственные встречи после того, как мусульмане уйдут. «Когда они встречают верующих, то говорят, «Мы уверовали». Да, мы тоже с этим согласны. Но на своих личных встречах, на которых никого не было, кроме них, они говорили, «Неужели вы расскажете им о том, что открыл вам Аллах, чтобы они могли припираться с вами посредством этого?» Они используют это, чтобы затем сказать перед Аллахом, что вы должны были принять ислам. Ты что, хочешь принять ислам? Ты хочешь оставить свою религию? Ты хочешь, чтобы тебя выгнали из школы? Неужели вы не разумеете? Не общайся с мусульманами, не слушай их. Это заставит тебя измениться, а изменения пугают. Не меняйся. Они предостерегали друг друга от столкновения с реальностью. Это были собрания знающих людей, и они предостерегали всех остальных. Итак, это одна из сцен, которые Аллах описывает в Коране. Чему она может меня научить? Тому, что в этой общине, как и в предыдущих общинах, есть люди, которые могут стать настолько одержимыми сохранением своей группы, что сохранение ислама, верность словам Аллаха и преданность истине перестанет их интересовать. Главным будет поддерживать свою принадлежность именно к этой группе людей. Эта группа разговаривает, одевается, действует и смотрит на мир определенным образом. И моя принадлежность к ней зависит от того, насколько ей соответствует мой вид и поведение. Кстати, с социологической точки зрения это называется сектой. Секта требует, чтобы ваше мышление не выходило за ее рамки. Поэтому, если вы столкнетесь с любым мнением, которое не соответствует секте, то сразу же его отвергнете. Идеология секты гласит, что любой, кто не принадлежит к ней, опасен, и ты не должен ни с кем ничего обсуждать. Если тебе нужна истина, то она есть только у нас, а все остальные впали в заблуждение. Когда кто-то даже слегка отклоняется от них, ему начинают угрожать изгнанием. Послушай, если ты хочешь остаться частью группы, то лучше приди в себя. Что-то ты не выглядишь одним из тех, у кого есть гарантированный пропуск в рай. Ты теряешь свое членство в группе, и тогда твой пропуск будет аннулирован. Это мышление, которое Аллах описывает в этом аяте. Они запугивают людей, чтобы те продолжали соответствовать их требованиям. Конечно же, я не критикую мусульманские течения. Вы сами можете сделать выводы, но реальность такова, что в христианстве, иудаизме и исламе существует реальная угроза того, что люди попадут в секту и будут преданы ей, а не истине. Мне выпала честь путешествовать по мусульманским странам и посетить множество школ, где студенты усердно изучают ислам, фикх, шариат, Коран и так далее. Иногда меня просят поговорить со студентами, которые изучали исламские науки уже 5, 7, 8 лет. Что я могу им дать? Они изучают ислам и стремятся стать учеными и приносить пользу мусульманской общине. Каждый раз, когда мне выпадает возможность поговорить с ними, я говорю только всегда уважайте своих учителей, но оставайтесь верными истине. Это единственный совет, который я могу вам дать. Когда вам открывается истина, и она не соответствует тому, чему вас учили, то уважительно поговорите об этом со своим учителем. Учитесь, не будьте предвзятыми и расширяйте свой кругозор. Однажды я был в мечети, один из братьев сделал нам напоминание насчет молитвы, и другой брат спросил его, «Откуда ты это взял?» Я бы хотел об этом прочитать. Он задал ему обычный вопрос и не пытался его унизить. Но этот брат очень разозлился и начал говорить, «Мой отец был выпускником такой-то школы, а я учился там-то и там-то, а ты еще будешь спрашивать, откуда я это взял?» его очень сильно оскорбило, что его знания поставили под сомнение. Он думал, «Ты имеешь честь слышать мои звуковые волны, ты просто обязан поблагодарить меня и уйти». Такое мышление – это яд, который существовал среди иудеев, и Аллах предупредил нас об этом. Теперь давайте поговорим об аудитории. Мы говорили о нечестивом учителе и сектах, но есть проблема и с аудиторией. Она тоже виновата. Аллах говорит, «Среди них есть неграмотные люди». Аль-умийюн. Но иудеи были образованными людьми. Ремесленниками, кузнецами, торговцами. Они обладали знаниями во многих областях. Сегодня они могут быть программистами, врачами, политиками, исследователями. Почему Аллах говорит, что среди них есть безграмотные люди? Он говорит, что с точки зрения их религии и истинного писания они являются совершенно безграмотными. У них нет прямого доступа к их книге. И они понятия не имеют, что там написано. Они не знают Писания. Дальше Аллах объясняет, что среди них есть неграмотные, которые не знают Писания. Для тех, кто изучает арабский язык, будет интересно то, что, возможно, это сифа, описание к слову «умийюн». То есть «умийюн» стоит в неопределенной форме. Поэтому глагольное предложение может играть роль описания. Простыми словами, это неграмотные люди, которые не знают Писания. Исключение составляет «ама-ни». Это интересное слово. Его можно перевести как «стремление выдать желаемое за действительное». Слово «умния» изначально звучало как «мунья», но впоследствии превратилось в «умния». У него есть несколько смыслов. Один из них означает то, чего желает сердце. Оно также может обозначать разум, который занят тем, чего может даже не существовать на самом деле, то есть занят фантазиями. Аллах сказал, что большая часть иудеев это безграмотные люди, которые не знают о своей книге ничего, кроме того, чего они сами желают, или что их собственные желания исказили их мнение о сказанном в их книге. Например, в Коране не написано, что нужно молиться пять раз в день. Где это написано? Покажи! Они не хотят молиться, поэтому говорят, что об этом не написано в Коране. Покажи, где в Коране написано, что я не могу этого делать? Где там написано про пиво или про травку? Тогда этого всего даже не было, поэтому все нормально. Я не играю в азартные игры, я просто нажимаю на кнопку. Что, нажимать на кнопку «Харам»? Знаете, что это? У тебя есть желание, ты хочешь получить все, что тебе придет в голову, и ты оправдываешься и говоришь, «Нет, в книге не так написано». Брат, Аллах говорит быть добрыми. Он говорит, что простит нас. Вот, посмотри, написано же, что Аллах – аль-Гафур. Ты практикуешь избирательный подход и придумываешь свой личный ислам. Нет, я исповедую не такой ислам. У меня своя связь с Аллахом. Знаете, что это означает? Мне не нужно знать книгу. Мои желания и есть моя религия. Ты не можешь судить меня. Но Аллах говорит, «Нет, ты не можешь меня судить. У меня особенная связь с Аллахом, Которую тебе не понять. Он понимает меня». Правда? Но не похоже, что ты понимаешь Аллаха. Они лишь верят пустым мечтам и делают предположения. Это фраза об образованных, но в то же время неграмотных. Теперь перед нами две категории иудеев, из-за которых возникла великая смута. Религиозные деятели были слишком одержимы сохранением и расширением своей секты. А простые люди были одержимы своими желаниями. Когда они слышали что-то, что не совпадало с их желаниями, то говорили, «Мне это не нравится. Это крайность. Мне больше нравится то, что поднимает мне настроение. Я не хочу следовать тому, что расстраивает меня и ставит под вопрос каждое мое действие». Здесь прослеживается интересная противоположная динамика. Население хотело слышать то, что соответствовало их желаниям, чтобы чувствовать себя хорошо. А сектанты пытались удержать людей в своей секте, заставляя их чувствовать себя плохо. Одна группа одержима идеей заставить вас чувствовать себя плохо. Если ты уйдешь, то впадешь в заблуждение и будешь гореть в аду. То есть от них постоянно чувствуется негатив. А люди ищут чрезмерный позитив. Так что есть горький яд и сладкий яд, но оба они все равно являются ядом. Люди говорят, «Я не хочу следовать за этой сектой. В них слишком много негатива. Я лучше буду сам по себе». А сектанты говорят, «Все эти люди заблудшие. Возможно, они даже неверующие». Мы не будем с ними общаться. И что происходит в таком обществе? Религиозные люди создают свою собственную среду, в которой друг с другом общаются только похожие люди. У них другие встречи, другие разговоры. И они все больше и больше изолируются от внешнего мира. А внешний мир видит в них безумцев, с которыми не хочется ни общаться, ни ходить к ним в гости. В результате они формируют свой собственный счастливый ислам, основанный на их желаниях. У них депрессивный ислам, а у нас счастливый ислам. Единственное, чего не хватает, это слово Аллаха. Как исправить эту ситуацию? Подобное случалось и раньше. Путешествуя, я стараюсь наблюдать за тем, что происходит в исламском мире. Я заметил это разделение. Я бываю в компаниях ученых, студентов, которые заучивают Коран, и могу сказать, что это совершенно другая среда. То, как они разговаривают и как они себя ведут, прекрасно, но в то же время они очень изолированы. Потом ты встречаешься с другими мусульманами, которые работают в корпорациях, занимаются бизнесом, политикой и так далее. И замечаешь, что это совершенно другой мир. Обе эти группы находятся на соседних улицах, но живут в разных вселенных, которые никогда не пересекаются. Мне стало интересно, почему меня принимают в обоих обществах? Я ведь не совсем подхожу ни к первому, ни ко второму. Но потом я осознал, что есть кое-что, что связывает всех верующих. Это слово Аллаха. Здесь сидят молодые мужчины и женщины. Некоторые из вас уже женаты, некоторые вскоре поженятся, некоторые учатся в университетах. Я хочу дать вам совет. Я делюсь этим с вами, потому что в ваших руках то, что может изменить наше взаимодействие как одной общины. Вы можете взять на себя обязательство лучше понимать Коран. Вы не должны стремиться понимать Коран, основываясь на своих склонностях, и не должны стремиться понимать его поверхностно. Вы должны глубоко размышлять над словом Аллаха. Этот путь должен быть облегчен для каждого простого мусульманина. Каждому мусульманину должно быть доступно слово Аллаха. Каждому должно быть доступно образование, даже если он работает целый день. И даже если это мать, домохозяйка, образование не должно быть только для тех, кто бросает все и изучает ислам. Это вариант для меньшинства людей. Но слово Аллаха было не спослано ни маленькой группе людей, а всем людям. Поэтому нужно облегчить доступ к нему. В завершении я хочу упомянуть несколько трудностей, связанных с этой темой. Легко сказать, мы должны быть больше связаны с Кораном. Но что это значит? Когда я впервые услышал это, то решил, хорошо, я буду стараться понять Коран. Я много слышал об этом в проповедях. Потом кто-то подарил мне перевод смыслов Корана Юсуф Али. Я читал его в метро, по пути в колледж, но не смог ничего понять. Во-первых, он был написан сложным языком, что все затрудняло. И кроме того, ты начинаешь читать, например, Суру Аль-Бақара, и видишь, что Аллах говорит сначала об одном, потом о другом, рассказывает об Адаме, потом об Иудеях, потом одна тема сменяет другую, и в конце ты не можешь понять, о чем вообще шла речь. Это сбивает с толку. Если ты придешь к кому-то и скажешь, что Коран сбивает тебя с толку, тебе ответят, «Астагфируллах, что ты сказал?» Просто читай Коран и делай дуа. Понял? Если ты скажешь, «Мне это неясно, как это можно понять?» Тебе ответят, «Брат, это слово Аллаха, ты должен бояться Аллаха, давай я отведу тебя к человеку, который почитает тебе рукою, и может твоя проблема решится». Сам Аллах сказал, чтобы они размышляли над его знамениями. Знамение для тех, кто спрашивает. Наша религия отличается от иудаизма, христианства и буддизма. Это единственная религия, которая призывает думать, размышлять, критиковать, анализировать. Если это не от Аллаха, то приведите свое доказательство. Она призывает нас приводить доказательства, изучать, задавать вопросы людям Писания и тем, кто исповедует другие религии. Какая религия призывает разговаривать с людьми других религий? В какой книге это написано? Это невероятная религия. Это настоящий переворот. Эта религия не похожа ни на какую другую, даже по своей структуре. Она требует от людей быть рассудительными, думать, анализировать и критиковать. Именно в этом основа и сила их веры. Мы призываем к Аллаху согласно убеждению. Это то, чему я прошу вас посвятить ваше время. Вы не должны тратить на это бесконечное количество времени. Достаточно посвятить глубокому размышлению 10-15 минут в день. И когда вы находитесь в обществе людей, которые владеют знаниями и которые изучали Коран, задавайте им вопросы, спрашивайте, чему учит нас тот или иной аят. Я начал этот путь 23 года назад. И я могу с полной уверенностью сказать, что очень мало знаю о Коране. Я говорю это не из-за какой-то ложной скромности. Такова реальность. Когда ты начинаешь изучать Коран, ты осознаешь, как много ты еще не знаешь. Стать студентом, который изучает слова Аллаха, это невероятно захватывающий и полезный опыт. Ведь слова Аллаха – это бескрайний океан мудрости, который постоянно наполняет тебя. Некоторые из вас следят за своим здоровьем и правильно питаются. Другие следят за своей фигурой и занимаются спортом. Третьи следят за своим сном. Вы внедряете в свою жизнь привычки, которые помогают вам быть здоровыми и счастливыми. У вас должны быть привычки, которые будут полезны и вашей душе. Вы должны читать Коран так же регулярно, как чистите зубы. Каждый день у вас должно быть время, которое вы посвятите Корану и размышлению над ним. Вы должны выделить время, чтобы регулярно приходить в мечеть и задавать имаму вопросы о Коране. Начните с малого. Вы не должны сразу стать учеными. Каждый человек может размышлять. Каждый может быть искренним по отношению к словам Аллаха. Аллах не оставляет в заблуждении никого из своих рабов, если они обратились к его словам в поисках прямого пути. Это еще одно ужасное заблуждение, распространенное в мусульманских странах, особенно в Южной Азии. Они говорят, не изучай Коран самостоятельно, ты впадешь в заблуждение. Ты должен учиться у ученого. Если ты не ученый, то не трогай Коран. Правда? Разве эта религия распространялась вместе с учеными? Разве мекканцы были учеными? Разве джины, которые услышали Коран, передавали его аяты, сперва получили иджазу? Или сперва прошли курсы по фикху? Они услышали Коран и сказали то, что они о нем думали. Аллаху понравился их комментарий, и он внес его в Коран. Я не отрицаю важность ученых, но если мы сделаем ученую степень привратником, удерживающим людей от размышления над словами Аллаха, то мы совершим преступление по отношению к Книге Аллаха. Умма должна знать слово Аллаха. Умма должна задавать вопросы о словах Аллаха. Иногда вы будете делать неверные выводы, иногда вас будут посещать безумные мысли. Именно поэтому вы должны обращаться к знающим людям, которые объяснят вам, почему именно эти мысли безумные. Именно так вы учитесь, именно так вы изучаете любой предмет. Вы делаете ошибки, и вас исправляют. По этой же причине вы пишете контрольные. Вы никогда не забудете ответы, в которых ошиблись. Тот ответ, на котором учитель поставил красную отметку, останется глубоко в вашей памяти, и вы никогда больше не совершите эту ошибку. Возможно, неправильные выводы в процессе обучения и их исправления, это на самом деле способ усовершенствовать себя. Вы не можете быть идеальными. А предположение, что у того, кто знает больше вас, всегда есть правильный ответ, тоже неверно. Потому что все мы люди. А это слово Аллаха. Слово Аллаха совершенно. Люди, с которыми я работаю, являются учеными в области коранических наук. Некоторые из них имеют докторскую. Когда мы изучаем Коран вместе, мы находим свои ошибки и пересматриваем наши выводы. То, что мы образованы и изучали книгу Аллаха 15, 20, 30 лет, не значит, что мы изучили ее. Это слово Аллаха. Человек всегда должен оставаться смиренным перед ним. Я молюсь о том, чтобы мы были смиренными по отношению к совершенным словам Аллаха и развивали культуру размышления над Кораном. Чтобы это помогало нашим сердцам оставаться открытыми. Размышление над Кораном абсолютно убедит вас в том, что это может быть только словом Аллаха. Пусть Аллах озарит наш разум и сердца светом Корана. И пусть этот свет принесет благословение нашим семьям и обществу. Подписывайтесь на наш канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые лекции. Поделитесь этим видео и помогите в распространении благого. Аркам ТВ. Развивайтесь вместе с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова